Здесь в доступной форме транслируют знания для детей и стараются закрепить их на практике. Студент шестого курса Самарского университета Антон Полтораднев занимается созданием и проектированием ракет. В этом году ребята испробовали еще один кейс и приняли участие в конкурсе дежурной по планете. Он объединил технологические проекты в области космоса для школьников и студентов. И не так давно прошел в городе Нальчик. Удалось не только научить молодое поколение создавать ракеты, но и пару раз запустить аппараты в небо. Два пуска было, прошло все успешно. То есть мы разбили школьников на две команды. Там одна команда собирала спутник, являлась заказчиком пусковых услуг, а другая команда эти пусковые услуги оказывает. То есть они собирали ракеты и потом вместе объединялись и проводили пуск. В наземном комплексе управления малыми космическими аппаратами руководителю образовательного центра «Сириус» Елене Шмелевой показывают, как происходит прием и обработка данных с космических аппаратов серии «АЭСТ». Первые запустили в 2013 году, а в будущем его конструктивные особенности легли в основу более современного «АЭСТ-2». Информация с него пользуется большим спросом не только у государственных заказчиков, но и у коммерческих компаний. Возможности космического аппарата реализуются и при помощи образовательных проектов, в том числе и в известном центре «Сириус». Также в рамках программы «Дежурный по планете» школьники создают собственные проекты, формулируют цели, задачи, затем космический аппарат их отрабатывает и передает напрямую эти данные школьникам. Действительно уникальные результаты. Мы видим, как они развиваются, как растет представление ребят о том, как можно использовать технологии, с которыми вы их знакомите, и поэтому у них очень такие амбиции. Работа с проектными командами и главный девиз Самарского университета «Космос для жизни» позволяет учебному заведению являться одним из опорных вузов страны. Сегодня здесь реализуются как технически простые проекты для школьников, так и сложные, связанные с освоением космического пространства. В прошлом году восемь проектных стартапов студенты защищали впервые как дипломные работы. И планка у нас в ближайшие несколько лет выйти на сто таких команд, на сто стартапов, потому что мы понимаем, что именно в командах они лучше обучаются, общаются. Вы действительно становитесь наставниками для ребят, которые смотрят и видят в вас ту модель, и образ мысли, и образ жизни, которые хочется копировать, потому что вы занимаетесь очень важным делом и очень интересными задачами. Основная часть проекта в Самарском университете строится по модели образовательного центра «Сириус». Изначально он был реализован в Сочи на объектах олимпийской инфраструктуры. Его главная задача – формирование эффективной работы с одаренными детьми, вне зависимости от региона проживания и достатка семьи. Миссией образовательного центра «Сириус» является создание флагманских профильных программ и развитие талантов в области науки, культуры и спорта. Ольга Павлова, Константин Головин. События.